Здравствуйте! 2020 год завершен, он был насыщенным на события. Часто от людей можно услышать, что год был тяжелым. Пандемия отразилась на жизни и деятельности всей нашей большой страны. Но несмотря на все сложности, работа по улучшению качества жизни россиян не прекращалась. Пострадавшую от пандемии экономику государство постоянно поддерживало, расширяли медицинский сектор, финансово стимулировали медицинских работников всех уровней и, конечно, вносились изменения в существующие законы и принимались новые, в том числе и для нашего города Севастополя. А что это за законы, чем они важны для нашего города и для России в целом, обсудим с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Севастополя, членом фракции «Единая Россия» Дмитрием Беликом. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте. Рад вас приветствовать в нашей студии. Мы давно уже с вами не проводили интервью. И поздравляю вас с праздниками. Вас тоже. И севастопольцев, и с Новым годом, с Рождеством, со Старым Новым годом. Уникальный праздник, который мы все-таки празднуем. Поэтому, пользуясь случаем, хочется всех поздравить. Спасибо большое. Дмитрий Анатольевич, я понимаю, что подробно обсудить вопрос не получится. Все-таки год это, скажем, такое большое явление. Но все же, хотя бы кратко, каким для вас был 20-й год? Ну, наверное, как для всех, отчасти сложным. Он был для всех сложным. Потому что это, прежде всего, пандемия, удар по здоровью севастопольцев, россиян, да и всего мира. Второе, это, конечно, экономика. И в мире мы видим непростая ситуация макроэкономическая. Соответственно, в России это накладывает отпечаток. Наверное, именно... Ну и что касается лично меня, да, я тоже не оказался исключением. Как и моя семья, переболели у меня все коронавирусом. Все по-разному. Ну, слава богу, сейчас живо-здорово, уже антитела есть. Поэтому никого не заразим. Что касается, наверное, Государственной Думы, я бы отметил применительно к этой ситуации ряд пакет законов антиковидных, которые правительство носило. Мы принимали в этом году. Это и снижение налогового бремени для бизнеса, возможность рассрочек по платежам, кредитные каникулы и так далее. То есть это там пакет законов, который был необходим, как вы уже правильно сказали, соответствующие там средства в федеральном бюджете Российской Федерации для медицинских работников, для стимулирования медицинских работников. Им на самом деле сегодня доводится не так просто. И что касается медицины, хотел бы отметить, вот именно Севастополя и Крыма приняли мы отдельный закон, который позволяет на три года отсрочить получение лицензии медицинским учреждениям. Почему это было сделано? Потому что все прекрасно понимаем, что у нас порядка 30-40% только лицензировано медицинских учреждений, больниц, соответственно, поликлиник по российским стандартам. Но сегодня в этих условиях все силы направлены на борьбу с пандемией и, соответственно, и руководящий персонал, и медицинские работники занимаются в большей части борьбой с пандемией. Сегодня вопрос лицензирования можно отодвинуть на более дальнюю перспективу. Именно поэтому был принят в Государственной Думе закон по инициативе депутатов Государственной Думы от Севастополя и Крыма, мной в том числе по продлению получения лицензии медицинским учреждениям. Ну, все мы понимаем, что работа работает, но ее не может быть без здоровья. Вот вы уже отметили, что, к сожалению, вас затронула тема пандемии. Но все же, вот как вы оцениваете ситуацию с борьбой с коронавирусом, да? Наверняка тоже обращались к медработникам. Ну, как это все? Конечно, обращались, и были просьбы, и помогали, чем могли. Безусловно, медработники находятся на, знаете, можно сказать, в красной зоне, на передовой. И сегодня им нужно отдать должность, сказать огромное спасибо за тот труд. На самом деле, вот, как на линии фронта, они сегодня и под угрозой находятся. Считаю, что они достаточно хорошо справляются. Опять же, все познается в сравнении, но я считаю, что достаточно хорошо справляются. У меня дело в том, что один из членов семьи, я если дома перенес, то человек перенес эту болезнь в больнице. И по рассказам я знаю, насколько там четко и эффективно и уколы, и капельницы, и разного рода упражнения. То есть, за 10 дней ставят на ноги. Мы понимаем, что это интенсивная терапия. Но врачи наши, российские, приобрели уже достаточный опыт. И если мы берем другие страны, то у нас, ну, относительно, еще раз, я повторюсь, благополучная ситуация с этим вопросом. То есть, и по летальным исходам, слава богу, у нас меньшее количество, чем в других странах. По количеству заболеваний на тысячу человек и так далее. Поэтому надеемся, что сейчас немножко стабилизировалась ситуация, она пойдет на спад. И мы будем только вспоминать об этом. То есть, на ваш взгляд, страна достойно, скажем, справилась в 20-м? Безусловно, достойно справилась. Да, тяжело. Это, конечно, нагрузка сильнейшая на экономику, на людские ресурсы. Пришлось перестраиваться во многих направлениях, в том числе, там, и школы, да. В удаленном формате работают некоторые в Российской Федерации, в разных регионах, по-разному, тем не менее. Пришлось очень многие вещи перестраивать. Удаленные люди на удаленке работают. Ну, это вызов времени, мы его хотим, не хотим, мы его должны принимать и, соответственно, сообразно вот этим условием работать. Сколько людей, столько мнений, все по-разному изначально воспринимали ситуацию, но все же, ну, мне кажется, что люди адаптировались, поняли, что без этого никак, что нужно все. Ну, этого не стоит бояться. Да, это болезнь, это вирус сложный, но это вирус, и к нему нужно так относиться. Это грипп, ну, образно говоря, гриппом мы все болели, так же этим болеем. Ну, конечно, хочется пожелать осторожности этим людям, у которых есть осложнение, там, прежде всего, сахарный диабет или другие вещи. Нужно беречься, это безусловно. И нам их нужно беречь. Вы уже упомянули законы, законопроекты по поводу поддержки, да, во время пандемии. Вот вы сами бы, какие вы делили самые важные, почему? Возможно, лекарственные препараты, да, там, или налоги для бизнеса, я знаю. Ну, давайте по лекарственным препаратам, да, Госдума принимала закон, который ограничивает, там, надбавку, ограничивает отпускные цены на определенные лекарства, которые необходимы при лечении именно ковида. Это один вопрос, на мой взгляд, важный. Второе, это закон о свободной экономической зоне, который мы принимали Государственные Думы, и действия его мы продлили. То есть, льготные ставки платили предприниматели, которые зарегистрировались резидентами до 2018 года. Принятый закон позволяет и дополнительно регистрировать резидентов в свободной экономической зоне Севастополя и Крыма, и они платят, если они становятся участниками свободной экономической зоны, то у них есть льготы по уплате налога. Для чего это сделано? Мы все прекрасно понимаем, что у нас есть определенные проблемы в двух новых субъектах, в Севастополе и Крыму, с инвесторами, с бизнесом. Не все могут, не все хотят к нам заходить, поскольку у нас санкционные регионы. Ну, соответственно, люди, которые занимаются большим бизнесом, они понимают, что они под удар оставят, собственно говоря, свои предприятия. Поэтому вот подобного рода закон о свободной экономической зоне, он дает определенные преференции бизнесу, и, как сказать, этим самым мы приглашаем инвесторов в свободную экономическую зону, в Севастополе и Крым. Поэтому закон мы продлили, и теперь будем надеяться, что, ну, во-первых, мы будем надеяться, что прибавится резидентов. На самом деле, вот, участниками свободной экономической зоны является достаточно большое количество предприятий в Севастополе и Крыму, и новые предприятия сюда заходят. Поэтому это именно для бизнеса, для инвесторов закон по Севастополю и Крыму. Ну, я думаю, что понятно, возможно, вы меня поправите, но все же экономика и так, севастопольская, требует развития. Да, безусловно. Да, и еще плюс пандемия точно так же. Пандемия, санкции, да, они влияют. Еще так же законопроект о горячем питании в школах тоже достаточно? Да, с 1 по 4 класс горячее питание, теперь это федеральная, можно сказать, программа, это поддержано на федеральном уровне, принят у Старственной Думы закон, выделены целевые субвенции во все регионы для обеспечения детей горячим питанием. Поэтому это тоже важно, это социальная мера для наших детей, которые ходят в школу. Ну, я так понимаю, что этот законопроект реализовать по стране сразу не получится, все-таки его делят на несколько лет, да? Ну, его делят в зависимости от ситуации, насколько я знаю, в Севастополе с этими вопросов нет, у нас дети обеспечены, младших классов горячим питанием. Да, хорошо, ну вот еще в третьем чтении принят законопроект, который запрещает банкам взимать комиссию по оплате за ЖКП. Он принят в первом чтении, да, в ближайшее время мы его приним, во втором и в третьем. Значит, я неправильно проверил информацию. Да, да, на самом деле он принят в первом чтении, мы его примем обязательно в целом в ближайшее время. И это на самом деле для людей определенные, там тоже какие-то там копейки не платить лишние банкам. Банкам прямой запрет, соответственно, с этим законом на взимание комиссии, если люди платят за услуги ЖКХ. Но банки же по этому поводу, скажем так, сильно возмущались, говорили о том, что они просто перестанут предоставлять услугу оплаты ЖКХ через них, да, и возможно какое-то создание монополии, то есть, но я так понимаю, что это не останавливает никого, то есть все равно этот закон будет принят в пользу людей в любом случае. И я не думаю, что банки прямо все остановят. Для них, понимаете, люди, которые платят за ЖКХ, это потенциальные клиенты в любом случае. И банки, они, и банки, и люди в большинстве своем не глупы, дальновидные, они понимают, что лишний человек, пришедший в отделение банка, завтра придет там за другой услугой, за кредитом, за депозитом или еще за ипотекой. Ну еще много-много зачем? Люди так устроены, если они привыкли к одному месту, к одному банку, с людьми общаются, то они первым делом идут за услугой именно в это отделение. Поэтому и здесь, я думаю, будет точно так же. Да, но это больше федеральная повестка, скажем так, да, федеральные законы, которые коснутся всей страны, но важный вопрос для нас... Я бы вот еще отметил, что касается всей страны, на федеральном уровне это закон, и мне довелось в Государственной Думе выступать, от фракции «Единая Россия» по нему, это ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности. Это вот конституционная норма, которую мы приняли, и теперь, с точки зрения, в исполнении этой нормы, мы приняли соответствующий федеральный закон, который не только за действия, но и за призывы людей в интернете, в средствах массовой информации, которые оспаривают принадлежность, неважно чего, Курил, Калининград, Севастополь и Крым, Российской Федерации, теперь мы приняли закон, что за это последует соответствующее наказание, в том числе и уголовное. Это важно для того, чтобы не дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации. То есть закон предполагает, что никакие призывы не могут быть, ни в каких средствах массовой информации, за это последует наказание. У нас, к сожалению, среди либеральной части, так скажем, общества есть такая, или была тема, где порассуждать, а закон или нет, там, Севастополь, Крым присоединили, Ачейка, Ленинград и так далее и тому подобное. Поэтому здесь поставлен жесткий, достаточно заслон, и я считаю, совершенно правильный. То есть прирастать территорию мы можем, а даже обсуждать отчуждение территории нельзя, это законодательно запрещено, и за это будет наказание. Ну, я просто отметил, на мой взгляд, важный вопрос, потому что, когда обсуждали поправки в Конституцию, это тоже один из таких рэперных точек был вопрос. Ну, и, насколько я знаю, вы же инициатором тоже выступали этого законодательства. Да, инициатором, и... Ну, поэтому понятно, что это важно, и это нужно было отметить, безусловно. Это на федеральном, а теперь, если про Севастополь, то готов обсудить. Да, вот Севастополь, конечно, нас всех интересует, как севастопольцев, как коренных жителей, да и в том числе тех, кто уже приехал и вместе с нами сейчас живет, и тоже хочет продолжить свою деятельность в Севастополе. Насколько я знаю, вы часто общаетесь, да, вообще с севастопольцами, собираете наказы? Ну, сейчас приемы провожу, вот если за год подвести там итог, порядка 400 человек было принято, и лично, и дистанционно, с учетом, опять же, пандемии, вот последние приемы мы ведем в телефонном режиме, потому что мы не имеем права там подвергать опасности людей, а когда была возможность лично, вот за год порядка 400 человек было принято, абсолютно по разным вопросам, и во время пандемии, хотелось бы отметить, вот большая работа была, знаете, какая была проблема, люди стали обращаться, рейсы, когда позакрывали, у нас много наших соотечественников, в том числе Севастополь и Крым, остались за границей. Либо студенты, либо просто отдыхающие, наши моряки, то есть у людей были билеты туда и обратно, ну, скажем, на тот же аэрофлот, закрываются границы, и люди остаются за рубежом. Приходилось проделать определенную работу, достаточно большую, с Министерством связи, с вице-премьером Голиковой, который является руководителем штаба по борьбе с коронавирусом, были чартерные рейсы, вывозные в разные страны, это из Мавритании, с Вьетнама, с США, с других стран людей удалось, удавалось оттуда, так скажем, доставить сюда в Севастополь и Крым. И, ну, специфика вот этих, специфика этого времени, да, что приходилось откликаться и помогать людям, которые оказывались за границей не по своей вине абсолютно. Ну, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, потому что у меня друзья, один друг остался на 10 месяцев, если я не ошибаюсь, скажем так, пересидел в рейсе, да, а второму пришлось прям, ну, не будем вдаваться в подробности, но сложно, скажем так, добиваться прихода домой, да, ну, хорошо, что такая польза, такая помощь тоже оказывается. Ну, хорошо, вот простым языком, что говорят люди, какие, какая была помощь именно севастопольцам после севастопольским законопроектам? Давайте по севастопольским законопроектам я, безусловно, отмечу закон о жителях осажденного Севастополя, который мы приняли в 2020 году. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом законе, да, с 15-го года велась работа, не сразу удалось убедить, скажем так, Министерство труда и социальной политики, что он необходим, потому что люди имели статус ветеранов Великой Отечественной войны. Хочу поблагодарить губернатора нашего, Михаила Владимировича, разважаю, который к президенту уже с этим вопросом обратился. И в 2020 году мы приняли этот закон, приравняли ветеранов Великой Отечественной войны, вернее, жителей осажденного Севастополя к ветеранам Великой Отечественной войны. Сейчас в законе о ветеранах, в пятом федеральном законе, после слов блокадники Ленинграда, через запятую идут жители осажденного Севастополя. И Кулагин Александр Андреевич начинал этим вопросом заниматься, и Алтабаева Екатерина Борисовна. И я, когда избрался в Государственную Думу, в 2020 году мы действительно выполнили свой долг перед жителями осажденного Севастополя, перед этой категорией, которые, будучи детьми, подростками, находились здесь, в оккупации, в окружении, в осаде. Поэтому это важный закон, и я с него, наверное, хотел бы начать, из тех законов, которые касаются Севастополя. Я только ремарочку. Ежемесячные выплаты, льготный проезд, теперь они могут претендовать на жилье? Они могут претендовать на жилье. Они будут пользоваться всеми теми льготами, которыми пользуются ветераны Великой Отечественной войны. На жилье. Кроме этого будет произведена единая выплата, компенсация, которая была предусмотрена к 75-летию. Хочу подчеркнуть, к 75-летию победы Великой Отечественной войны, я хочу подчеркнуть, что в законе именно прописано, что с октября месяца действует этот закон, с октября месяца 2020 года. Именно поэтому прописали. И, насколько я знаю, есть изменения уже в президентский указ о праздновании 75-летия, куда уже добавлено отдельной строкой в среде категории жителей осажденного Севастополя. Поэтому очень важный закон, который долго ждали наши севастополицы, жители осажденного Севастополя. Я, наверное, именно поэтому так подробно на нем остановился. Хорошо. Какие еще законопроекты можно... Еще хотелось бы ответить. Мы приняли изменения в закон о социальной поддержке ветеранов военной службы, проживающих в Севастополе и Крыму. Это люди, которые были ветеранами до 2014 года. И это тоже позволяет им получить этот статус ветеранов военной службы. И есть льготы по ЖКХ, определенные льготы по налогам и так далее. Хотелось бы отметить закон, ну, про свободную экономическую зону сказали. Важный закон для Севастополя и Крыма, вернее, пакет законов, это о выборе единого поставщика для выполнения определенных работ. Ну, что... Дорог, выполнение федеральной целевой программы, да, вот строительство онкоцентра, школ, больниц. Что это позволяет? Это позволяет достаточно сильно сократить срок реализации проектов. Мы знаем, какие... Ну, что были достаточно там серьезные проблемы раньше с реализацией федеральной целевой программы в Севастополе, прежде всего в Севастополе. Вот сейчас эти законы призваны сделать так, чтобы строительство тех же очистных сооружений, там, больничного комплекса, да, на... рядом, скажем так, с психоневрологическим диспансером было проведено более быстрыми темпами. Именно вот этот пакет законов, он очень важен для Севастополя и севастопольцев, и наш губернатор тоже к решению этого вопроса подключался достаточно активно, общими усилиями эти законы приняты. В 2020 году они важны. Я уже сказал о продлении получения лицензии медицинскими учреждениями, по связи, насколько я помню, вы тогда инициировали вопросы по связи. Да, закон по связи. Отдельной строкой вот в этом законе выписано Севастополь и Крым, то есть будет поставлено оборудование высокотехнологичное в Севастополе и Крым, будет хороший интернет, то есть отдельное финансирование связи в нашем регионе, в Севастополе и Крыму будет согласно этому закону. Я встречался с замминистром, замминистра связи с Ивановым Олег Валентинович, по-моему, из главы Великого Отчества, думаю, меня простит. Мы с ним этот вопрос обсуждали, вносили корректировки в закон, но он на самом деле получился очень емкий, хороший. И для Севастополя и Крыма отдельно прописаны приоритеты, которые будут. Хотелось бы еще, что касается севастопольцев, отметить в 2020 году была проведена работа, вот я сказал о людях, которых нужна была помощь в возвращении на родину. Еще у нас были такие люди, которые, к большому сожалению, оказались в застенках украинских тюрем. Помните, был обмен, Владимир Алексеевич Галичий был и другие люди, Валихидис. Хайменко в 2020 году одному из тех людей, которые вернулись, мне удалось помочь со своими помощниками добиться восстановления прав. Дело в том, что у него была уже ордер выписан на квартиру, ведомственная квартира Черноморского флота. Пока он находился, скажем, в застенках, эта история отошла на второй план, куда-то этот ордер дился, и я обратился к руководству Черноморского флота, хочу сказать им спасибо, пошли навстречу, человек получил свое жилье. Теперь вот, ну, представьте, вернулся и в никуда. А так вернулся, у человека есть квартира и так далее. И по работе приходилось этим людям помогать. Поэтому это тоже для меня достаточно важная история. Хочется сказать про нашу еще, что касается Севастополя, конкретно морскую флотилию, детскую флотилию, да, которой руководство обратилось ко мне с вопросом, что были недопонимания с Министерством обороны, в каком плане. Раньше, в прошлые годы, всегда заключалось договорное безвозмездное использование причалов для того, для того, чтобы дети могли на судах, на живых судах изучать там, скажем, те науки, которые они изучают. Ну, вот в 2020 году возникла проблема, был отказ сначала от Министерства обороны в заключении такого договора. Пришлось мне обращаться к заместителю министра, соответствующим депутатским обращением связываться с профильным департаментом имущественных отношений. Ну, этот вопрос мы решили. На мой взгляд, достаточно важная история. Еще из севастопольских вопросов я просто перечисляю, чтобы не забыть. Я надеюсь, что в феврале месяце выйдет указ президента. Он сейчас готовится. Он касается ветеранов Министерства внутренних дел. Это касается тех людей, которые стояли на очередь на ведомственное жилье. Люди, которые работали в правоохранительных органах. Поэтому они к нам обратились. Сергей Николаевич Колбин, будущий еще депутатом законального собрания, руководителем профильного комитета. Тоже обратился ко мне с этим вопросом. Я встречался с... И хочу сказать большое спасибо Зубову Игору Николаевичу, это замминистра МВД. Этот вопрос мы с ним прорабатывали. Сегодня, если вкратце, вопрос... Проект указа подготовлен, прошел все согласования, находятся в правительстве. И по срокам до 1 февраля 2021 года он должен быть подписан. И люди... В этом указе четко прописаны механизмы реализации. Будет целевая субвенция в регион. В Севастополе, Крым, соответственно. И на эти деньги правительство Севастополя будет закупать для таких людей. Их порядка, если не ошибаюсь, 400 человек. Ну, людей, ветеранов МВД, соответственно, семьями, которые получат право на получение жилья. Тоже важный вопрос. Социальный вопрос, он касается наших севастопольцев, людей, которые отработали добросовестно, скажем, в органах внутренних дел. Поэтому это вот, на мой взгляд, важные вопросы, которые в 2020 году, они, конечно, не все, а в 2020 году мы поднимали, решали совместно с правительством, с губернатором. И вот поезд пошел у нас в 2020 году, да, Москва-Севастополь, хотя сначала была там проблема с расписанием, что поезда, прямых поездов в Москву не было. Сейчас это есть, это и Михаил Владимирович обращался к министру транспорта, и я писал депутатские обращения, и поезд Санкт-Петербурга сейчас в Москве останавливается. Все это сделано для удобства севастопольцев и крымчан. Я думаю, что можно долго обсуждать законопроекты. Перечислять можно долго из законопроекты инициативы и работу, ну, если вкратце. Насколько я знаю, что у вас уже там за 100, скажем так, инициатив, потому что еще в 2018 году, у меня так в памяти есть, порядка 90 законопроектов. Я их не считал, но думаю, за 100, да. За 100 уже. Ну, в любом случае, здесь главный результат, да, безусловно, не количество того, сколько сделано. И я думаю, что это будет уже финальный вопрос в рамках этого интервью. Ваши текущие цели на текущий год, задачи, какие инициативы? Ну, вот я давайте расскажу только про инициативу, которую мы недавно обсуждали на экспертном совете. Я, кстати, возглавляю экспертный совет по вопросам про применительные практики в Севастополе и Крыму. Один из вопросов мы обсуждали и будем сейчас эту инициативу с коллегами крымскими выносить, прорабатывать. Это предание на федеральном уровне в виде закона статуса городов-героев. Ведь у нас на федеральном уровне статус города-героя, он нигде не прописан. Он прописан еще в указе Президиума Верховного Совета СССР по 65-го года, если я не ошибаюсь. У нас города воинской славы, трудовой доблести, они регламентируются федеральными законами. Город-герой нигде не прописан. Поэтому один из таких важных, на мой взгляд, ключ законов, над которыми мы сейчас работаем и которые планируются в 2021 году. Ну и безусловно, те вопросы, которые касаются севастопольцев, помощь севастопольским людям, севастопольским избирателям, севастопольским семьям, будем работать, продолжать работать с волонтерским штабом мы вместе, с которым мы сотрудничаем и в «Елке желаний» принимали участие. Всегда приятно помочь детишкам. У нас даже один эпизод был интересный. В этом же штабе нам сообщили о проблеме, что у женщины там, Коля Пищенко, это Нахимовский район, сломан телефон и она обратилась в этот штаб. Мы этот вопрос решили буквально в течение двух дней у руководства Севтелекома. Там был обрыв, дело в том, что чинили кабель и был обрыв. А женщина пожилая, это единственное средство связи, это стационарный телефон. И в течение двух дней этот вопрос удалось решить и даже телефон новый поставил руководство Севтелекома. Поэтому такого рода вопросов на самом деле очень много. Это так, что в голову пришло. Будем работать в 2021 году. Надеюсь, он будет удачный. Меньше будем болеть, меньше будет вот этой пандемии. И дай Бог здоровья всем севастопольцам, да и всем россиянам. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, за продуктивную беседу, за то, что ответили на вопросы. Желаю вам здоровья и успехов в работе. А я напомню, что мы общались с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Севастополя, членом фракции «Единая Россия» Дмитрием Беликом. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова